Итак, продолжаем. Сейчас мы с вами будем делать один из архитектурных декоративных элементов в Рэвити, так называемый Руст. Прежде всего, чтобы не было ошибок, я наконец вернусь к самому началу и задам штриховку для наших стен. Захожу на план этажа, либо могу просто на трехмерном виде подсветить любую стенку. И захожу в изменение типа моей стены. Захожу в структуру. Меня интересует мой газобетон. Сделаю штриховку по ГОСТу газобетона. Итак, и файл со штриховками я загружу отдельным архивом. Ссылку оставлю в описании. И описание всех этих штриховок. Итак, бетонный модуль для кладки в данный момент я использовал. И меня интересует штриховка разреза. Штриховки разреза. Я нажимаю на образец самой штриховки. В ранних версиях там есть функция сразу же сбоку задать свою штриховку. У меня она в 20 версии отображается как изменить образец штриховки, либо как новый образец. Но менять лучше не нужно, лучше зададим новый образец штриховки. Создаем новый образец. Настройки пользовательские. Обзор. И здесь я скрою, чтобы вы не видели мои документы. И иду в путь, где у меня сохранен был мой образец штриховки. А в данном случае он у меня на рабочем столе. Итак, образец штриховки для газобетона, наиболее подходящий по ГОСТовскому обозначению. Это ANC36. Масштаб для импорта, с учетом масштаба нашего отображения на планах 1 к 100. 0, 35. Через точку. Окей. Окей. Задал штриховку для газобетона. Для фундаментной нашей плиты тоже изменю штриховку изменить тип. Структуру слоев. Железобетон. Штриховка разреза. Вот этот песчаник. Убираю. Загружаю свою. Пользовательские. Но имя нового образца на самом деле можно было написать железобетон. Но я не буду. Снова выбираю ACAD. И в данном случае подходит ANC35. Так как она состоит из двух штриховок. Штриховки бетона и штриховки металла. Прямые линии. Масштаб 0, 35. 0, 35. Так же. Окей. Окей. И теперь нас интересует построение нашего РУСТа. Для его выполнения я заизолирую какую-нибудь угловую часть моего дома. Чтобы мне было удобнее его моделировать. Зажатый клавишей Ctrl. Выделяю две стенки. Ну, мог на самом деле и целый этаж заизолировать. Как вам будет удобнее. И при помощи очков изолирую элементы. Вот я вижу теперь мою стенку без каких-либо элементов. То есть без двери, без окна. Мне они не нужны. Проверял микрофон, что у меня нормально закреплен был. Итак. Что я делаю теперь. Перехожу во вкладку архитектура. Функция компонент. Модель в контексте. Так же при помощи того же самого по аналогии с РУСТом. Можно сделать выступающие элементы каких-либо стен. Чтобы стенку саму не продлевать. А представить это как декоративный элемент. Особенно если он не толстый, не метровый. По продолжительности. Из категории семейств мы с вами выбираем. Обобщенные модели. На самом деле здесь есть большое различное множество каких-либо настроек дополнительных. Там элементы антуража, озеленения. На самом деле, чтобы вы понимали. Вот этот модель в контексте. Компонент модели в контексте. Это внутреннее такое небольшое семейство в самом Рэвити. Которое задается сразу же изначально в проекте. Мы его не как-то переносим как семейство с показателями. А сами его полностью выполняем. И это идет как элемент в самой программе. Меня интересуют обобщенные модели. Нажимаем ОК. Имя обобщенной модели РУСТ. РУСТ. Нажимаю ОК. Прежде чем я буду выполнять его моделирование, как вы видите, вся лента обновилась. Она выглядит немножко иначе. Мы с вами должны проверить, где у нас с вами располагается рабочая наша плоскость. В правом верхнем углу нашего экрана располагается функция показания рабочей плоскости и задать рабочую плоскость. При активации сеточкой с лампочкой, это показать рабочую плоскость, она должна находиться в основании того этажа, который вы заизолировали. Она может быть и маленькая, давайте я ее выделю. Может быть где-то в стороне, но хотя бы визуально, чтобы вы видели, что она находится в основании нашего этажа. Продлевать ее не обязательно. Это, грубо говоря, показания плоскости, которые просто откуда будет выполняться построение всяческих элементов. Я ее сделаю маленькой, а то скажете, что сейчас расширил и вот у него замечательно получилось. Итак, если у вас она не в правильном месте располагается рабочая плоскость, возвращаюсь в панель создания. У нас есть функция задать рабочую плоскость и либо выбрать ее собственноручно, либо выбрать уровень опорной, с которого будет выполняться моделирование. Чтобы вы не забыли выключить, лучше сразу же в панели создания ее выключить. Итак, выключаем. Что я делаю теперь? Я должен смотреть на свой элемент сверху. То есть без разницы в какую сторону будет повернута вот эта гашка, главное, чтобы я смотрел на нее сверху. И буду пользоваться элементом выдавливания. Здесь есть большое количество каких-либо элементов. По аналогии с наличником и карнизом мы еще с вами про них поговорим. Пока будем пользоваться базовым элементом выдавливания. То есть он от уровня будет выдавливаться вверх. Выдавливание. И нарисую на данный момент эскиз, который будет представлять, дайте я выключу из реалистичного вскрытую линию, чтобы вы видели, который будет из себя представлять профиль. На данный момент я могу вообще его произвольной толщиной нарисовать и покажу сейчас, как корректируются различные габариты. И поворачиваю в трехмерном виде. Вот у меня в основании стенки теперь лежит такая маленькая гашечка. Смотрю сверху. Итак, подсвечу любую эскизную линию. Я могу изменить ее расстояние отступа либо от стены, либо зажму левую клавишу мыши по маркеру на размере. И перенесу. Изменить весь габарит того же самого роста. Пускай он будет 600 мм. Вы его подбираете собственноручно. В данном случае я сделаю его 600 на 600 мм. 600, 600. Толщину подсвечу в другую эскизную линию и поставлю ее толщину декоративную 80 мм. Там 50-80 мм. Некритично. Они делаются из легкого обычного материала. Это может быть гипс, штукатурка, дерево. Ну и используют иногда и металл, и стекло. Все, что вам в душе угодно. Итак, вот такой я профиль построил. На какую высоту он у нас выдавится? В панели свойств у нас показана высота. Это конец выдавливания нашего роста. То есть какой он будет по высоте. Можно выбирать с округлением кратным 10 мм. И лучше это делать, потому что все-таки даже элементы, выполненные из дерева, все равно необходимы какие-либо размеры. Пускай он будет у меня 300 мм. 300 мм. Окей. Нажимаю зеленую галочку. Вот выдавился мой первый руст. Вот таким вот образом. Включу реалистичный. По умолчанию у него материал по категории. Он сейчас будет серенького цвета. Мой материал еще с вами будем перезадавать. Да, после того, как вы согласились с выполнением данного действия, теперь я уже могу его раздвигать как угодно, изменять его ширину, подбирать. Может до двери его продлить. Как вам будет удобно. Но возникает вопрос, как его раздублировать выше. То есть, как бы я ни копировал, он у меня все равно привязан. Сейчас лучше сориентирую на виде спереди. Он у меня все равно привязан к моему уровню. Итак, как происходит разблокировка по уровню. Подсветив данный руст, я вижу, что у меня появляются вот такие 4 отрезка с замочком. Ну, сколько бы я его не пытался приблизить для вас, чтобы показать укрупнен, он все равно останется в одинаковом показателе. Нужно нажать на него после подсветки руста. У нас происходит разблокировка уровня, не уровня, а руста от уровня. И теперь я могу при помощи той же самой функции копирования разнести его с тем шагом, с которым мне будет необходимо. Копировать. Опять разнесу его. Могу у каждого в отдельности поменять его габариты и по толщине, и по ширине. Как вам будет удобно. Как задается материал у нашего руста? При подсветке любого одного, либо всей группы, у нас в панели свойств есть материал по категории. Вы можете задать его собственноручно. Либо, опять же, создам какой-нибудь материал, пускай это будет переименовать, для руста. Для руста. Зайду в библиотеку материалов и поставлю, пускай алюминиевый какой-нибудь. Не, алюминиевый он есть и в базовой настройке. Пластик какой-нибудь. Прозрачный не буду. Здесь мало пластика. Может, плитку какую-нибудь. Зайду еще, посмотрю в другой библиотеке, в другой вкладке. Пластик. У меня прозрачный. Пускай такой будет синенький. Подгружу его. Ок. Сейчас он у меня немного подумает. Надеюсь, что равит у меня не вылетит. Как уже будет, ну, точнее, не равит компьютер, у меня вылетает в шестой раз за сегодня. Один руст будет пластиковый. Один руст пускай будет выполнен из дерева, мореная древесина. А третий, как вам будет удобно. Это у меня руст, выполненный с одного угла моего объекта. После завершения выполнения данного действия, вот я нажал на зеленую галочку, у нас русты объединились в единое целое, и максимум, что я могу у них делать, это корректировать их габариты. Чтобы снова изменить его материал, мне нужно либо два раза левую клавишу мыши нажать на русте, либо подсветить его и нажать контекстное редактирование. И я снова могу менять мой руст. Материал и так далее. Восстановлю исходный вид. Нажму снова на очки. Восстановить исходный вид. Если у вас здание симметричное, вы также этот руст увидите на плане этажа. Если у вас здание симметричное, вы можете воспользоваться функцией зеркала, либо построить линию для разделения зеркала и перенести его на вторую часть своего дома. В данном случае мне все-таки придется воспользоваться функцией перенести и в угол его дотянуть. И с другой стороны объекта я тоже подкорректирую свой руст, а то он накладывается на гаражную мою дверь. И вот таким вот образом, простыми манипуляциями, простыми действиями делается тот же самый руст. Если у вас есть выступающая часть стены, предположим, что у меня где могу я это сделать. А вот с другой стороны терраса делит какая-то декоративная стенка. Я мог ее задать собственноручно стеной. Либо мог то же самое взять стенку заизолировать. Изолировать элемент. Смотреть на виде сверху. Опять же, вкладка архитектура, компонент, модель в контексте. Обобщенные модели. Это будет стена выступающая. Выступ. Элемент выдавливания. Рисую контур замкнутый. В данном случае я могу найти середину. Давайте с помогательным отрезком сначала построю серединку. А от него уже буду откладывать необходимые габариты. Пускай у меня тоже будет 400 на 400 мм. Соответственно, 200 на 200 мм. То есть я не утолщал какую-то стенку, я к ней прибавил декоративный элемент. 200. Замыкаю. Выключаю все, что необходимо. Выделяю эскизные линии. И конец тот же самый выдавленный. Точнее, выделять не нужно было. Просто в панели свойств. Я ставлю максимальную высоту. В данном случае по своему этажу. 3000. 3000. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Вот я вижу выступающий профиль какой-либо стенки. Я задам ему материал. Единственное, что вы должны знать, что всем этим элементам, сделанным через модель контексте, у вас материал задается на весь объем. То есть получается у меня стенка полностью сделанной штукатурки. С точки зрения визуального представления можно сделать так. С точки зрения строительных каких-либо норм, лучше сделать отдельно стенку выступающую по габаритам. Та же самая, что и была у вас в несущей стене. Ну, либо ограждающую какую-либо стенку, которую вам удобнее использовать. Там из одного кирпича, из двух кирпичей. Как удобнее. Скоро будет еще. Всем спасибо, что были тут. Пока. Да, восстановлю дом. Восстановлю исходный вид, чтобы вы могли увидеть. Вот таким вот образом он будет выглядеть. Все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»